Аниме Поэтому герои не попадают в невероятные приключения И на самом деле личностных изменений тоже не очень много Но атмосфера, какая здесь чудесная атмосфера Эй, что же тут такого веселого? Это аниме в первую очередь про творчество Про то, как возникает идея, через какие этапы она проходит И что в конечном итоге доходит до зрителя Персонажи пытаются создать что-то новое и, несомненно, прекрасное Этот корабль классный Ты думаешь? Я просто хотела попробовать рисовать что-то кроме персонажей Асакуса, нарисуй еще те диагональные полоски Сигнальную разметку Можешь вырвать и мой лист А кстати, что этот агрегат делает вообще? Не задумывалась Может он строительный? Тогда надо добавить щупы и лебедки Лебедки? Для веревок и кабелей Да, круто! Давай добавим Так, нормально? Супер! Знаешь, я раньше никогда не рисовала окружение А мне нравится Ты в детстве не рисовала планы секретных баз? Это офигеть как весело Да, Яна добавляла кучу мин и ловушек Не знаю каких врагов я ждала Это мой величайший мир Я хочу притворить его в жизнь Так что без концепт-артов Тут не обойтись! Акцент здесь именно на творческом процессе А герои не являются центром повествования Они скорее дополняют его Также в сериале есть отсылки на творчество Хаяо Миядзаки Что просто бесконечно меня радует Да и сама атмосфера аниме чем-то напоминает его работы Это не привычное аниме про сюжет и героев А скорее попытка рассказать Как именно происходит творческий процесс Взглянуть на него изнутри При этом довольно удачная попытка Не обошлось и без минусов, конечно Сюжет не такой активный, как мы привыкли И неискушенный зритель может заскучать Это не история про становление сильного персонажа И героев аниме практически не меняются до конца сериала А еще аниме позитивное Очень И показывает скорее положительные моменты творческой профессии Тактично умалчивая ее недостатках Таким образом Если вы любите такой стиль И неспешное повествование А от мультфильмов Миядзаки у вас мурашки по коже То руки прочь от киноклуба то что нужно Субтитры сделал DimaTorzok